Доходная часть городского бюджета состоит из двух частей – налоговой и неналоговой. Платить налоги мы обязаны, так прописано в нашем законодательстве. К сожалению, не все жители города исправно выполняют свой долг перед государством. Это вызывает существенный дефицит в муниципальном бюджете. В конце года главная задача – истребовать недоимки. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с налоговой службой. Больше всего забот возникает с неналоговыми недоимками. Это платежи за аренду имущества и земельных участков. Списки толщников в администрации имеются. О каких же суммах идет речь, нам рассказала Ольга Степичева, заведующая отделом финансов администрации города Конакова. По земельному налогу по физлиц, по данным на 24 ноября 2015 года, это составляет 3 миллиона 59 тысяч 182 рубля 56 копеек. В основном это граждане, проживающие на территории Москвы, но которые имеют земельные участки в собственности в нашем поселении. Также есть, конечно, граждане, проживающие в городе Конаково и на территории Конаковского района, которые тоже не оплатили земельный налог. Также налог на имущество физических лиц. Задолженность сложилась на 24 ноября 3 миллиона 284 тысячи 491 рубль 80 копеек. Самые же большие задолженности по земельным налогам юридических лиц. Список должников большой, да и цифры неутешительные. Здесь также указаны предприятия, которые находятся на данный момент в стадии банкротства, они ликвидируются. Процедуры еще проходят в налоговой инспекции, они еще до конца не ликвидированы, не закрыты. И очень хотелось бы обратить внимание на гаражные кооперативы. Это в основном должники, они числятся и на начало года, и на конец года. Либо они оплатили от юрлица, значит, эти деньги уже поступили в бюджет. Либо они могли оплатить от физлица, от председателя, но, скорее всего, не уточнили данные средства. Им просто необходимо обратиться в налоговую инспекцию и уточнить данные платежи. Но у нас есть только в основном три гаражных кооператива, которые были на начало года и на конец года. А так задолженность по юрлицам – это более 7 миллионов. Самые большие расходы в бюджете предусмотрены на благоустройство нашего города. Преобразование в нынешнем году заметил каждый. Масштабное озеленение, обновление пешеходных зон, детские площадки в новой и старой части города. И все это стоит огромных денег. Вот один из примеров о расходах на освещение городских улиц нам рассказал заместитель главы администрации города Конакова Александр Анчаков. На уличное освещение из бюджета городского поселения тратится более 14,5 миллионов рублей в год. Более 14,5 миллионов рублей в год. Вы представьте себе. То есть муниципалитет тратит такие огромные деньги на то, чтобы у нас улицы были освещены, чтобы люди комфортно чувствовали себя в темное время суток, особенно это актуально зимой. У нас подсвечивается лыжня, у нас подсвечивается в городском бару дорога к роднику, которая гражданами очень востребована и стала уже культовым местом. Освещенные улицы, новые лавочки, красивые клумбы и чистые улицы хотят видеть все. К сожалению, не каждый осознает, что важно участие всех жителей в этом процессе. В первую очередь нужно выполнять свой гражданский долг. Сумма долга на 2015 год велика. Значит ли это, что город будет экономить на благоустройстве? Пока что нет. В администрации надеются, что каждый житель, арендатор, предприниматель будет выступать по совести и преобразования будут продолжаться. Все равно в новом году все будет лучше. С такими специалистами, с такими людьми. Наш город все равно будет самым лучшим, самым красивым. И жители. Мы сделаем все для того, чтобы все это благоустройство продолжалось. Оземенение продолжалось. В бюджете 2016 года по всем этим направлениям расходы увеличены, несмотря на тяжелейшее положение с формированием бюджета, серьезной и достаточно экономической остановкой, мы все это понимаем. Но изыскали возможность по требованию главы. И были увеличены расходы на, еще раз повторяю, на благоустройство, на зеленение. И люди нашего города, конечно, в 2016 году это заметили.